Некоторым людям совсем не нравится тот факт, что весной все вокруг цветет и пахнет. Всему виной сезонная аллергия. Но важно не мучить себя, а правильно подобрать лекарства, чтобы избавиться от этой болезни. Мы решили пообщаться с горожанами и узнать, как они борются с сезонной аллергией. Как вообще боретесь с этим? Да никак, просто пережидаю и все. Сейчас много препаратов, мне помогает диазолин. Вы идете в аптеку или идете к доктору? Нет, уже, конечно, да, уже столько лет аллергии, так что я сама выбью. Она у меня уже 30 лет, так что она уже давно хроническая. Стараюсь избегать мест аллергии, это единственное, что может помочь. Никогда не серьезно, обычный, противоаллергенный. Самый популярный среди одесситов метод борьбы с аллергией – самолечение. Горожане снимают симптомы первыми попавшимися лекарствами. Поэтому уже через несколько дней приходится снова брать с собой носовые платки. Состояние только усугубляется. Через два дня наступает синдром отмены, и эти клинические проявления усиливаются в несколько раз. А на следующий год, если был насморк, появляются приступы чихания, жжения. Если приступы чихания, жжения, светобоязь, на следующий год это будет приступы души. Отек, винки, астма и бронхит к таким осложнениям может привести на первый взгляд несерьезная аллергия. Чтобы этого не допустить, поначалу необходимо обратиться к доктору и сдать анализ крови. Только после аллергодиагностики можно определить вид заболевания и назначить правильное лечение. Кроме этого, для облегчения состояния медики рекомендуют по максимуму исключить все, что может вызывать возмущение иммунной системы, травяные чаи, мед и некоторые виды травянистых растений. Профилактика, ежедневный душ, смена одежды, уменьшить пребывание на открытом воздухе в утреннее, в обеденное время. Автомобилисты едят в машине с закрытыми окнами. На ночь окна закрываем или обильно увлажняем москитные сетки. Бороться с некоторыми аллергенами могут помочь коммунальные службы. Чтобы тополиный пух не причинял неудобства, его необходимо поливать водой, сметать и утилизировать. Также стоит и заблаговременно косить амброзию и другие сорняки.